ДТБ Бачты, мы уже все знаем про ту ситуацию, вы молодцы, даете такую информационную освещение проблемы, которая на сегодняшний день с санкционным списком. Ну, я хотел спросить, такой откровенный вопрос задать. Конечно, мне, как гражданину Украины, как украинцу, эта ситуация крайне неприятная. Никогда я от вас не слышал каких-то обвинений украинцев в том, что они неправильно что-то делают. Мы побратимы, мы вместе, вы воюете с украинцами на фронте. Но, тем не менее, в последнем интервью уже немножко так прозвучало что-то более резко и справедливо в отношении украинцев. Я хотел спросить, вот в вашем понимании, вы разделяете украинское государство, исполнительные органы и украинцев? Или, вот какое сейчас у вас отношение к этому всему? Приветствую, министр, мы давно не виделись, хотя и на телефоне вы бываете у нас время от времени. Но в последнее время немножко мы тоже были заняты, вы тоже занимались, наверное, своими делами. Ну, да, вот такая неприятная новость и для нас, и для всей Украины, наверное, появилась. Поэтому мы стараемся выяснить всю эту ситуацию. Или это какая-то ошибка, или это спланированная какая-то спецоперация. Конечно, мы не объединяем всех украинцев одну категорию. Мы знаем, что народ Украины относится к таким вещам более осознанно. Разбирают нормальных людей и ненормальных. Ну, власти, наверное, запланировали, чтобы всех один котел и обвинить, и избавиться от всех приезжих, наверное, так. Но мы не считаем, что Украина относится ко всем вот так одинаково. Народ Украины, вся страна Украина гостеприимная страна, как мы знаем. Все эти годы, семь лет уже, у нас очень много знакомых среди волонтеров, среди журналистов, блогеров, военных, добровольцев, органов разных. Есть очень порядочные, нормальные люди, с кем мы поддерживаем связь и работаем. Ну, наверное, есть и те, которым безразлично все это, то, что мы тут находимся, или подобные нам приезжие. Наверное, хотят как-то понравиться России этими обвинениями нас. Много, на сегодняшний день, очень много людей со всех областей уходят на связь, организации, спилки, атошников. И все поддерживают, все говорят, какая нужна помощь, что надо приехать к вам, или в Киев, или где-то собраться, выступиться. Ну, свои возмущения, они, естественно, записывают ролики, выставляют их. Поэтому мы со всеми связь держим и говорим, ну, пробьемся, прорвемся и выясним, откуда все это идет. В какой стадии вот непосредственно помощь, конечно, слова, позвонить это хорошо, но важнее, когда есть какая-то конкретика от, не знаю, от юристов, от депутатов, от каких-то общественных организаций. В какой стадии сейчас это дело находится? На сегодняшний день, вчера у нас была пресс-конференция, там были депутаты, бывший депутат был и действующий депутат был. И командиры разных подразделений были. И многие не смогли приехать, а так на связи. Ну, они предлагают любую помощь от них, касающуюся. Ну, на данный момент мы, как бы, обратились во все инстанции нашей, там, СБУ, полиция, ДСР, ниоткуда пока не пришел конкретный четкий, ясный ответ. Вот эта структура обвиняет вас вот в каком-то вот таком деле, и несли у вас список конкретно вот эти. Никто пока не берет все, они говорят, что выясняем сами, но откуда-то они попали туда. А помощь предлагают, и юристы вышли на связи, хорошие адвокаты, и разные люди с разных организаций вышли на связь и советуют, как надо действовать по закону. С правозащитной организацией, вот этот Борис Захаров был тоже там, тоже помогает со своей стороны. Я думаю, в ближайшие дни мы выясним это все, и будет уже ясно, кто, к чему. Предлагаются какие-то версии, варианты, там, неофициально нам доносят, там, уезжайте, это не ваше место, если вы уедете, никаких проблем не будет. Мы говорим, куда уезжать мы не будем, тем более, я вообще-то по своим делам и хотел поехать. выехать с Украины. Ну, сейчас я никуда не еду, пока не выяснится вот эта вся ситуация, потому что бросить все, уехать, это вообще неправильно будет этот момент. Тем более у нас, у двоих бойцов, и идут суды, и если суд идет у человека, как он может уехать, тоже суд должен ставить свою точку, если виновен человек, обвинить его, если не виновен, оправдать его. Мы это требуем, и все. Насколько знаю, сегодня как раз в Одессе судебное заседание, к сожалению, не помню фамилию этого человека, его задержали в следственном изоляторе, и по изменению запобежного захода. Нет информации, как проходит это заседание? Пока нет, у нас информация, ребята сейчас должны связаться, пока точной информации у нас нет. Уточню еще раз, вы не планируете куда-то уезжать, куда-то прятаться, вы, насколько я вижу, открыты, довольны для общения, мы договорились буквально за 10 минут о встрече, выходите на телеканалы. Мне кажется, это, позволь я свою мысль такую выскажу, что все-таки вот этот способ через законодателей, через депутатов, через общественные организации, мы два года боремся с попыткой реванша, которая происходит в Украине. И, честно скажу, самый эффективный способ не договариваться, а самый эффективный способ свободно об этом рассказывать. Ну, естественно, естественно. Если мы были бы в чем-то виновны, или чувствовали бы себя виновными, мы бы попытались бы как-то, не афишируя это все, договориться, подсылать кого-то, подкупать кого-то. Ну, нам нечего скрывать, нам нечего ни с кем договариваться. Мы открыты, мы свои действия изложили, и требуем все по закону разобраться. И если кто-то виновен, его осудить, наказать по закону Украины, так как мы находимся в Украине, на территории, и здесь есть законы, есть здесь и власть. Пусть они разбираются, и кто заслуживает какое-то наказание, пусть несет на территории Украины. Но выдавать кого-то, выдворять отсюда кого-то с нашего подразделения, и даже и не с нашего подразделения, тут многие гражданские люди попали в эти списки. Но по беспределу выселять этих людей, это неправильно. Надо разобраться, если заслуживает человека этого, то тогда плюс. Но если не заслуживает, просто, ну, конечно, у власти сила, и власть решает, а у людей, они там одиночку или там какой-то группой что-то пытаются донести до власти, но у них силы нету. И, ну, по отношению к ним, пользуясь полномочиями, это неправильно. Надо честно разобраться и выяснить всю ситуацию. И тогда уже понятно будет. Спасибо. И, ну, последний вопрос. Следующие шаги какие? Вы сейчас как бы подали вот эту информационную волну, да? Поддержали вас блогеры, поддержали вас депутаты, юристы. Вчера была пресс-конференция, в которой принимали участие, насколько я знаю, Шараскин, Жорин, Береза, не помню еще кто. Я так понимаю, сейчас идет этап получения ответов, да? Да. Ждем ответа. Ждем конкретного, четкого, ясного ответа, и там уже посмотрим, кто нас обвиняет, кто подал в списки, зачем это все. Ну, если нам объяснят, то тогда мы, если там что-то неправильное, то мы попытаемся объяснить. Если там все правильно, тогда примем все это как есть. Поэтому нам нужен конкретный ответ и разъяснение. А не так просто записали у вас какой-то список и закинули оппозиционерам нашим, врагам нашим, ворам каким-то, и смешать нас всех. Ну, это неправильно, так мы не согласны. Если и есть, то по бойцам нашим какие-то претензии, какие-то нарушения. Отдельно это дело надо расследовать, отдельно надо его и наказать этих нарушителей или виновников там по каким-то делам. А не перемешивать их с такими людьми, это неправильно, мы считаем. Хорошо, спасибо, короткое интервью, посылание до этого видео будет посылание на развернутое интервью, которое было на днях, больше часа, там фактически ответы на все вопросы. Спасибо и до встречи. Спасибо, удачи вам тоже за участие, за то, что следите за этими событиями. Вот поэтому мы совместными усилиями, я думаю, выясним и все поставим точки на «И». Хорошо, удачи. До свидания.